И мне бы хотелось, поддерживая то, что сказала моя коллега, немножечко дополнить, может быть, ее ответ, немножечко расширить то, что она вам сказала. Значит, кроме тех причин, которые вы можете увидеть в ее ответах, я думаю, что ваши, скажем так, зрительные образы, которые представляются вам в момент высокого эмоционального напряжения или в момент, когда вы очень сильно эмоционально проявляете себя, связанным с тем, что для вас, вот то, что вы делаете, то, что вы хотите сделать, это единственное возможное решение проблемы. Да, радикальное, да, страшное, да, экстремальное, может быть, даже преступное, но единственное, потому что ссоры, которые у вас есть, которые происходят постоянно, они на вас влияют. И, как бы, общаясь со своим мужчиной, взаимодействуя с ним, вы очень хорошо понимаете, что вот, как бы, слова ваши, которые вы ему говорите, которые вы висаетесь до него донести, они на самом деле ничего не значат. И вы понимаете, что вы без фильма. И вы понимаете, что эти скандалы, вот это вот постоянное ваше раздражение и так далее, они не закончатся. Они будут продолжаться вновь и вновь. И у вас нет возможности, по крайней мере, вот, в рамках сохранения семьи, как-то решить эту проблему. То есть, по сути, сделать так, чтобы ссоры прекратились. Пожалуй, я бы очень сильно рекомендовал бы вам, очень, знаете, настойчиво, настоятельно рекомендовал бы вам подумать о причинах такого поведения. Со стороны, например, вашего мужа. Я бы порекомендовал вам разобрать момент, когда начались такие ссоры, началось такое вот отношение к вам. И я бы очень порекомендовал бы также вам отдельно подумать, какая может быть мотивация у вашего мужа к тому, чтобы так себя вести. Ну, может быть, какую-то цель он преследует, может быть, что-то еще. Вам нужно для себя подумать, чего хотели бы вы. А также, почему вы терпите все, что вот с вами происходит, ради чего. То есть, понятно, что с вашим мужем у вас проблемы. Проблемы серьезные, сильные, раз вы не жили, как бы, ни разу за время своего совместного проживания, ни разу не жили душа в душу, как вы говорите. Ну, так у этого, у этого есть некая причина, у этого есть, как бы, образующие факторы. Давайте их мы с вами и проработаем. Ну, для начала, почему вы терпитесь все это? Ради чего вы терпитесь все это? Для начала. А потом, давайте подумаем, что вы можете сделать не словами, а именно какими-то поступками, именно какими-то поведенческими, формами, как вы можете изменить ситуацию. Потому что мужчина, ну вот, очевидно, совершенно очевидно, что мужчина не воспринимает вас всерьез, и что ваши конфликты, они происходят, ну, на почве каких-то проблем, которые с вами были раньше, которые и послышали с триггером для образования вот той линии поведения, которая есть уже сейчас у вас. И причин этого вы, как я понял, не осознаете. Вот с этого вам и нужно начинать. То есть, то есть, снижение, со снижением эмоциональной нагрузки на себя. Потому что то, что вы делаете, очень сильно вам вредит. Во всех отношениях, то есть, это и эмоциональная сфера, это и психическая сфера, это и, значит, на детей очень сильно оказывает, очень большое давление оказывает на детей то, что вы с мужем постоянно ссоритесь. Ссоритесь и так далее. И нужно понять вам, в чем причина, и если это возможно, как-то решить для себя вот эту проблему, то есть, как-то разрешить этот конфликт. А если возможности такой нет, если вы не можете, если у вас нет вариантов для того, чтобы нормально постараться решить все проблемы с мужем, то в этой ситуации у вас только один путь. И это путь, к сожалению, расставания с вашей супругой. Потому что ничего не изменится, пока вы будете, ну вот, вести себя так, как ведете себя сейчас. То есть, пока вы не измените своего поведения, мужчина не изменит своего. А чтобы мужчина изменил свое поведение, нужен стимул. Для него нужен стимул. И вот, как раз таки, придать стимул, придать стимул важно в первую очередь. Потом уже, когда и если, там, вы увидите, что мужчина как-то себя проявляет и так далее, все будет видны ваши дальнейшие шаги. Но пока важно сделать именно это. Что я еще вам хочу сказать. Понимаете, ваше постсознание на данный момент сигнализирует о чем? Оно сигнализирует о главном. О том, что вам нужно что-то предпринимать серьезно. Вот об этом, в принципе, сигнализирует ваше подсознание. А игнорировать его, ну, не стоит. Потому что это сигналы достаточно серьезные. Это ваше желание. Это то, что вы хотите. Это то, что вам нужно. Возможно, это даже, я не побоюсь этого слова, по-моему, это даже инстинкционное сохранение у вас так работает. Потому что, ну, достаточно легко представить, как вам живется в условиях постоянного напряжения, в условиях постоянного стресса и так далее. И, конечно же, для вас это, к сожалению, бесследно пройти не может. А это вред. И чтобы не усугублять ситуацию, чтобы вред, влияние негативное, вот того, как вы живете, не продолжалось на вас, чтобы оно все-таки снижалось, необходимость это подпринять. И первым шагом для достижения цели, которую, вот, ну, условно говоря, которую мы поставили сейчас, первым шагом будет именно ретроспектива, анализ ваших отношений, поиск проблемных триггеров, в поиск проблемных моментов в вашей семьи жизни и понимание того, чего хотели бы вы, естественно, от своего мужчины, и почему он этого не получает. Вот примерно так нужно вам и подходить к решению проблемы. Потому что, когда вы говорите, что с мужем не было периода, чтобы прожили хотя бы месяц душа в душу, это вопрос ваших желаний. Вот вы говорите, я хочу жить с ним душа в душу. Хорошо, хорошо. Вы хотите жить с ним душа в душу, но давайте для начала подумаем, что такое жить душа в душу. Это означает, что у вас, как минимум, общие интересы, общие взгляды на какие-то вещи. Это означает, что у вас похожие ценности. Это означает, что у вас схожие интересы и схожие взгляды на, например, приведение досуга. Это означает, что вы хотите сделать друг друга счастливыми. Ну а теперь, когда вот это было озвучено, вы просто себя спросите. А вот вы хотите сделать друг друга счастливыми? Или кто-то из вас только хочет это сделать? А в действительности получается, что другой партнер не хочет отношения в обходе, когда их строит два человека. В вашем случае получается, что их строит кто-то один, либо кто-то один тащит на себе эти отношения ради чего-то или ради кого-то. Этот момент тоже нужно как-то постараться разобрать, постараться лучше понять. Потому что, ну, дети, которые наблюдают постоянно ваши ссоры, они, поверьте, самые крайние и им тяжелее всего. А лучше, как на них влияет ваше поведение с мужем и какой отклик, облеск это породит в их сознании и поведении в возрастной жизни. Можно только гадать. Поэтому нам нужно срочно задуматься, посмотреть на вашего мужа, подумать, с кем ли вы мужчиной живете, если не с кем, то ради чего вы все это терпите и думать, как вам разрешить эту проблему защищать свои интересы и интересы ваших детей. И вот то, как вы живете сейчас, идет в разрез с защитой вас и ваших детей. Почему? Нужно разобраться. Возможно, неправильное понимание ваших интересов и интересов ваших детей. Возможно, негативный сценарий, который передали вам ваши родители. То есть здесь нужно анализировать ваши детско-родительские отношения. Причин может быть много, какие-то из них являются для вас главными. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Еще раз повторю, не оспариваю то, что сказала моя коллега. На момент записи этого ответа вам только один человек ответил на ваш вопрос и я про этот ответ говорю, про самый первый. Именно этот ответ верный, но есть и психологическая, в большей степени психологическая его сторона, которую я и предлагаю вам рассмотреть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok